Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Трепетное отношение к созданию пасхальной продукции в компании Влад Хлеб поддерживается ежегодным освящением труда хлебопеков накануне Воскресения Христова. Такую традицию здесь соблюдают уже в течение 20 лет. Я вас всех поздравляю с наступающим праздником Пасхи Христовой. Желаю вам Божьей помощи, сил, радости, крепости. Митрополит побывал в цехе по производству пасхальной продукции, осветил замешанные и готовые куличи. В каждый замес теста производители добавляют по капле воды из целебного источника Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского монастыря. За ней сотрудники компании ежегодно отправляются в Нижегородскую область. Сотрудники там практически неделю живут монашеской жизнью, несут послушание, молятся за всех нас и получают благословение на производство пасхальной продукции. Гордостью предприятия является Дивеевский кулич. Он готовится по старинной рецептуре и раскрашивается мастерами вручную. Эскизы для таких куличей выбирают из православных сюжетов. В среднем на маленький кулич уходит минут 20, на большой полчаса где-то. В этом году Влад Хлеб изготовит более 200 тысяч изделий с символикой Светлой Пасхи. Помимо уже полюбившихся куличей, в продажу традиционно поступит творожная пасха, а также новинки от производителя. Есть у нас прогрессивная часть ассортимента. Мы в этом году хотим порадовать жителей города не только куличами с начинками, которые мы полюбились уже в том году. Мы добавили в ассортиментную линейку кулич с начинкой тирамису, а также клубника со сливками. Специально выпустили пасхальный торт. И в фирменном магазине «Лакомка» на Народный проспект можно будет купить пасхальные наборы с капкейками, с расплесным печеньем, с пасхальной зайкой. Часть средств от продажи пасхальной продукции традиционно пойдет на благотворительные цели. В этом году компания «Влад Хлеб» помогает детям с онкологическими заболеваниями. Поэтому каждый, купивший продукцию накануне светлого праздника, внесет свой вклад в доброе дело. Инна Щедрова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.